Высокая честь. В минувшие выходные состоялись первые елки главы администрации города. Всего за неделю праздник посетят 900 юных новоуренгойцев. Это отличники учебы, победители городских и всероссийских олимпиад, дети, активно участвующие в жизни нового урингоя и обладатели именной стипендии главы. Весь год они старались быть лучшими, чтобы попасть на яркое событие. На премьерном новогоднем представлении побывала и наша съемочная группа. Подробности у Марины Кошмак. Здесь сегодня собрались лучшие ребята, сильные и смелые, ловкие, умелые. А еще самые умные, активные и родолюбивые. А еще самые талантливые и спортивные. Это редкая возможность увидеть столько одаренных детей в одном зале. На представлениях пригласил глава администрации города и, конечно же, поздравил всех с наступающим, самым волшебным праздником в году. Привет, ребята! Замечательно! Дорогие ребята, мне очень почетно и приятно сегодня стоять на этой сцене перед вами, потому что мы с вашими родителями гордимся вашими успехами. Я хочу вам пожелать, чтобы следующий год, наш календарный, который у нас на сегодня год лошади, чтобы вы успешно прошли этот год верхом на коне и добили самых-самых высоких успехов, чтобы в следующем году сбылись ваши самые заветные мечты. В этот раз юных наурингойцев приветствуют три богатыря и их друзья из полюбившегося мультфильма. Яркое, красочное представление о новогодних чудесах, дружбе и находчивости. Школьники побывали в Солнечной Персии в гостях у Шамаханской царицы, увидели подготовку богатырей к Олимпийским играм. Узнали, что оказывается, соловей-разбойник – внук Бабы-Яги, а кони умеют не только разговаривать, но и исполняют зажигательные танцы. Елки главы администрации города в канун Нового года уже стали доброй традицией. Юные новоурингойцы весь год стараются хорошо учиться, чтобы попасть на этот праздник. Если хорошо учишься, то заслуженная награда, я считаю, что пригласили на елку главы города. В зале есть и те, кто уже на главном городском новогоднем празднике не впервые. Саша Евдокимов тут уже четвертый раз. Несмотря на это, мальчик переживает вместе с героями их приключения, радуется их победам и огорчается поражением. Мне очень понравилось. Там герои, значит, что Новый год уже приближается. И ура, победа! Двухчасовое путешествие в сказку пролетело незаметно. У юных новоурингойцев осталось предпраздничное настроение, яркие впечатления и стимул к еще большим свершениям и победам. Каждому школьнику замечательный подарок на Новый год от главы и администрации города. Марина Кашмак, Константин Малыш, служба новостей «Импульс».